Взаимодействия между художником и учёным могут основываться по нескольким моделям. С одной стороны, может быть художник, который в силу своего любопытства, интереса, склонностей или бэкграунда образовательного, допустим, техническая специальность у него, обладает серьёзными знаниями. Такие примеры есть, их совсем немного, но есть художники, которые... И даже есть один такой пример американского художника, который в 80-х годах изобрёл целый сектор науки, который получил название синтетическая биология. Это американский художник Джо Дэвис, который работал в Массачусетском технологическом институте, занимался очень странными и очень интересными проектами, в результате которых вышел на такую область, которая в дальнейшем получила название синтетическая биология. С другой стороны, есть художники, которые взаимодействуют с учёными на партнёрских основаниях. Разговаривали, нашли точки соприкосновения и сказали, давай сделаем проект, реализуем и используем какие-то научно-технологические подходы. И в этом смысле партнёр, коллега, учёный предоставляет некий инструментарий, научный инструментарий для реализации художественного проекта. И третья категория – это такие, когда учёный вдруг осознаёт, что его деятельность, цена не только в научно-исследовательском секторе, но и обладает какими-то эстетическими особенностями. Или можно проект так повернуть, что он выходит за пределы рациональности, которая является одним из основополагающих условий работы в науке. И как только он выходит за пределы этой рациональности, его коллеги-учёные говорят, что это вообще такое. Он говорит, ну вот, может быть, это искусство. И тогда он обращается к экспертам с точки зрения со стороны художественных институций. И они рассматривают, уже подходят к этим произведениям не с точки зрения технологий, которые вшиты в это произведение, а с точки зрения художественных каких-то критериев. И в этом отношении очень важно понимать, чем отличается искусство от науки.